Алло? Итак, ставим лайк авансом, выбор невелик, дизлайков-то уже нет на ютубе, так что видео автоматически вам должно понравиться. Также напишите в комментариях, верите ли вы в Бога и в небесные чудеса. Подтверждений всего этого происходящего много, так что давайте начнем. Это видео откопал в самых глубинах интернета. Оно старое, но не менее пугающее и необъяснимое. Кто-то сидит рядом с людьми на церковной скамье. В видео мы можем видеть церковное собрание, которое на первый взгляд кажется совершенно нормальным. Когда оператор наводит камеру на людей, что мы видим? Мы видим, как один ребенок спит, другие прихожане внимательно слушают собрание. А на последней скамье, в одиночестве, прямо за спящим ребенком, сидит жуткий полупрозрачный призрак. Фигура кажется полностью бледной. Призрачная фигура укрыта чем-то наподобие прозрачной простыней. И кажется, что силуэт полностью прозрачный. Крупный план с высоким контрастом позволяет нам более лучше рассмотреть лицо призрака. Что думаете, призрак ли это? Церковь Богоматери в американском штате Нью-Мексико пережила чудо. Видео было опубликовано в сеть в мае 2018 года. Многие после этого начали массово со всех городов сержаться сюда, дабы увидеть это чудо. Статуя Марии заплакала. Это видео не очередная постанова, снятая сдалека и в плохом разрешении. Этот видеоролик показывает все происходящее крупным планом. Раньше в этом месте с этой священной статуей такого не было. Полая бронзовая статуя после этого события была тщательно исследована, чтобы хоть как-то логично объяснить произошедшее. Образцы слез были собраны и отправлены в лабораторию на анализ. И было обнаружено, что жидкость представляла собой оливковое масло и ароматическую смесь, которая используется при крещении. Что думаете об этом божественном чуде? Пишите в комментариях под видео. Внимательно присмотритесь. Что это там в колокольне? Это видео опубликовано в апреле 2017 года. Оно было размещено в интернете. Видео также показывают по местным телеканалам. Снял этот силуэт турист, который стоял в очереди на вход. Эта темная фигура вызывает беспокойство. Темная сущность, которая располагается на одной из колоколен. Кажется, что у этой темной фигуры есть крылья. И оно, кажется, смотрит вниз с башни на толпы людей. Неужто демон осмелился приземлиться в этом святом месте? Некоторые думают, что это может быть призрак человека, который спрыгнул с башни. Бог, как правило, проявляется таинственным образом. Не всегда сразу понятно, как именно. В этом страшном видео, где священные люди призывают Бога, как вдруг происходит следующее. Мы видим главного священника, который руководит данной церемонией и держит в руках круглой формы хлеб. После того, как он произносит свои слова, кладет хлеб на тарелку, а тот, в свою очередь, начал левитировать. Хлеб слегка поднимается, вибрирует, прежде чем снова ровно оседает в тарелки. Видно, как священник абсолютно ничем не касается хлебу. Так что же это могло вызвать движение? Исходя из реакции священников, это божественное, скажем так, чудо, для них обыденное, видимо. Это 45-секундное видео стало очень вирусным за последние дни. На нем мы видим мистическое летающее существо, похожее на горгуль. Оно прилетает на итальянскую церковь и садится прямо на ее верхушку. Расправляет крылья, показывает себя во всей красе, испуганным и удивленным людям, которые снимают все происходящее внизу. И почти сразу, не задерживаясь на верхушке церкви, улетает. Видео снято максимально реалистично. Да, и удивленные крики людей кажутся вполне настоящими. Но тем не менее, можно предположить, что ролик постановочный, и возможно то, что мы видели, является фейком. Что думаете? Пишите ваше мнение в комментариях. Это страшное видео было загружено на ютуб в марте 2015 года. Видео снято в соборе Линкольна, в Линкольне, Англия. Кадры вызвали интерес у многих людей. Клип начинается, когда автор снимает собор в ночное время. Что-то внезапно привлекает его внимание. Поначалу в этом нет ничего необычного. Возможно, это просто часть стены или какой-то предмет, выступающий с другой стороны. Однако, по мере приближения камеры, вы можете увидеть, что форма на самом деле напоминает лицо. Он подходит все ближе и ближе, и лицо начинает медленно отходить за стену. Автор делает быстрый рывок, чтобы взглянуть еще раз. Однако, когда он повернул за угол, загадочное лицо полностью исчезло. Оператор рассматривает угол здания, но не может понять, что могло быть похоже на лицо. Или это все-таки призрак был? В описании видео, автор предполагает, что это могло быть привидение. И с этим, конечно, трудно не согласиться. Если бы это был просто шутник в маске, то камера наверняка засняла бы того, кто прячется за углом. Тем более, склейки видео никакой не было. Что думаете, кто прятался там, за углом стены? 16 сентября 2021 года была по всем телевидениям Африки показана одна из самых масштабных проповедей церкви. Все кажется довольно нормальным до тех пор, пока примерно через несколько минут камеры не поймают что-то странное в толпе. Похоже, среди других посетителей церкви стоит множество белых светящихся фигур. Некоторые говорят, что это просто группа людей, одетых в белое, из-за чего камеры ярко фиксируют изображение. Но похоже, что это не так, потому что в этом же зале есть и другие люди в белых одеждах, которые никоим образом не светятся. Большинство людей в комментариях восхваляют Бога, твердо веря, что это его знамение. Так что думаете, это сбой в работе камеры? Или на наших глазах произошло невероятное чудо? Святой Иосиф Купертино был известным итальянским монахом, который, как говорят, чудесным образом имел способность левитировать всякий раз, когда он испытывал видение. Считается, что это изображение, которое популярно в испаноязычном сообществе, показывает якобы воскресший призрак того самого святого Иосифа. Некоторые верующие утверждают, что это изображение показывает реальный внешний вид святого Иосифа, поднимающегося кверху купола в католической церкви. Его темная фигура очень ярко выраженная на фоне белой церкви, где можно предположить, что это не части декора. Что думаете, фотообработка или что-то в этом есть? Это страшное видео было опубликовано в 2007 году. Ролик был снят в недействующей часовне, которая находилась в лесу ночью. Говорят, что в часовне обитает привидение, поэтому ребята собрались с духом и направились внутрь. Когда они открывают большую деревянную дверь, они обнаруживают, что всё внутри тоже деревянное, от скамеек до лестницы, по которой они собираются подняться. Пока они стоят и обсуждают, взобраться туда или нет, доносится издалека фортепианная музыка. Они выключают фонари, думая, что больше не одни. Затем они заглядывают в основной зал, где видят призрачного пианиста. Напуганные до смерти, они решают сбежать оттуда, когда единственный выход – это входная дверь возле призрака. Когда парни начинают бежать и кричать в ужасе, призрачная фигура продолжает играть до того момента, пока ребята не открывают дверь. Призрак перестаёт играть и исчезает. Это можно увидеть и в моменте, когда камера немного поворачивается в его сторону. Мичиганская пивоварня – это отреставрированная бывшая церковь, к тому же славится огромным количеством паранормальных активностей. Это видео было опубликовано в 2018 году исследователями данного места. Утверждается, что на камеру было запечатлено привидение. Первоначальная церковь была построена в 1930-х годах и имеет соответствующую историю. Многие сотрудники пивоварни признаются, что пережили там мистический ужас. Это было снято на камеру. Пока группа стоит внутри церкви, можно увидеть объект, летящий над головой. Оно появляется в темноте всего на мгновение, прежде чем полностью исчезнуть. А на этом у меня всё. Если вам заходит видео с мистическими явлениями в церкви, обязательно дайте знать об этом в комментариях и в виде большого количества лайков. И тогда выпущу третью часть. С вами был Зомби Чез. Пока.